Знаете, в жизни каждого человека бывают моменты, когда кажется, что все позади – радости, достижения и, может быть, даже любовь. Вот так, наверное, многие думали про Лидию Федосееву Шукшину, когда в 2018 году она неожиданно для всех вышла замуж за знаменитого продюсера Барри Алибасова. Это событие стало настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса. Все ждали, что же будет дальше? Ведь за плечами актрисы было уже четыре брака, а тут она вновь решается на этот серьезный шаг в довольно почтенном возрасте. Что же заставило Лидию Николаевну сделать этот шаг? Может, в ее жизни снова вспыхнули те самые чувства, о которых многие уже успели позабыть? Или это был ее способ наконец-то найти тот самый покой и счастье, которого она долгое время искала? Как бы там ни было, их союз с Алибасовым вызвал настоящий резонанс среди ее близких, особенно среди детей и внуков, которые восприняли этот брак крайне неоднозначно. Сначала казалось, что Алибасов пытается стать связующим звеном в семье, примирить Лидию Николаевну с дочерьми, с которыми она давно находилась в конфликте. Но вскоре ситуация начала развиваться совсем иначе, и брак, который, казалось, принес только радости актрисе, обернулся чередой неприятностей и споров, особенно за недвижимость. Впереди их ждали серьезные испытания, о которых мы и расскажем в этой истории. Оставайтесь с нами, ведь дальше вы узнаете, как эта история развивалась и чем все в итоге закончилось. Многие знают Лидию Федосееву-Шукшину как талантливую актрису, но мало кто задумывается, каким трудным было ее детство. Она родилась в Ленинграде в 30-е годы и пережила страшные события, которые могли бы сломить любого. В годы войны ей пришлось пережить блокаду Ленинграда, один из самых страшных периодов в истории. Семья Лидии потеряла многих близких, включая ее отца и двух братьев. Это было тяжелое время, но именно тогда в девочке проснулся дух борьбы и силы, который помог ей выстоять. Спасение от суровой реальности Лидия нашла в творчестве. Она начала ходить в драматический кружок, и это стало ее одушиной. Здесь она смогла отвлечься от ужасов войны и погрузиться в мир искусства. Уже тогда ее талант заметили режиссеры. В 1955 году она получила свою первую роль в эпизоде фильма «Два капитана», а позже ее пригласили на более значимую роль в картине «Максим перепелица». С тех пор она точно знала, что ее судьба – это кино. Лидия поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии, где начала профессионально заниматься актерским мастерством. Но даже здесь, на пути к своей мечте, она столкнулась с трудностями. Молодая актриса вышла замуж за украинца Вячеслава Воронина и родила дочь Анастасию. Это сильно сказалось на учебе. Она часто пропускала занятия и даже возникла угроза отчисления. Этот период был нелегким и для ее личной жизни. Воронин жил в Киеве, Лидия в Москве, а их ребенок находился в Ленинграде с бабушкой. Отношения на расстоянии дали трещину, и вскоре их брак распался. Это был первый серьезный жизненный удар. Но впереди ее ждали еще большие испытания и взлеты, которые привели к всемирной известности. Настоящая слава пришла к Лидии Федосеевой Шукшиной в 70-е годы, когда она начала работать в паре со своим вторым мужем, Василием Шукшиным. Их творческий тандем стал легендарным, особенно после выхода таких фильмов, как «Печки лавочки» и «Калина красная». Эти картины моментально сделали их народными любимцами. И зрители видели в этой паре не только актеров, но и настоящих людей, которые делились своими переживаниями через экран. Знакомство с Шукшиным произошло на съемках фильма «Какое оно? Море». Между ними сразу залезались не только творческие, но и романтические отношения. Василий Шукшин стал ее вторым мужем и самым важным человеком в жизни на долгие годы. Их семья казалась образцовой, хотя на самом деле за яркими кадрами фильмов скрывались непростые отношения. Первые годы были омрачены тем, что первый муж Лидии, Вячеслав Воронин, забрал их общую дочь к себе, и Лидия долго не могла видеться с ней. Эту потерю смягчило только рождение двух дочерей от Шукшина – Марии и Ольги. Но жизнь с Василием не была такой безмятежной, как это могло показаться на экране. За его творческим гением скрывался сложный характер. Шукшин часто впадал в гнив и ревновал Лидию, особенно если она задерживалась на съемках или приходила домой позже обычного. Однажды в порыве эмоций он показал ей домкрат под подушкой и признался, что хотел ее убить из-за ревности. Это были тяжелые моменты в их семейной жизни, но Лидия прощала мужа за его вспышки гнева, так как была глубоко в него влюблена. Несмотря на бурные ссоры, они оставались вместе. Более того, именно Лидии удалось помочь Шукшину бросить вредные привычки и перестать употреблять алкоголь. Их совместная жизнь продолжалась 10 лет и закончилась внезапно. Во время съемок фильма «Они сражались за родину» Василий Шукшин скончался от сердечного приступа. Для Лидии это была огромная потеря, с которой она долго не могла смириться. Она даже думала покинуть кино, настолько сильна была боль от утраты. Но именно память о Шукшине помогла ей продолжить творческий путь. В его честь она взяла двойную фамилию – Федосеева Шукшина, став еще более узнаваемой для миллионов зрителей. Творчество Лидии Николаевны всегда было неразрывно связано с Василием Шукшиным. Их истории любви и совместная работа остаются одним из самых ярких примеров союза актеров на экране и в жизни. Когда Василий Шукшин ушел из жизни, для Лидии Федосеевой Шукшиной это стало настоящей трагедией. Их союз был не просто браком двух людей. Это была глубокая эмоциональная связь, основанная на любви, уважении и общей творческой работе. Василий был для нее всем – и любимым мужем, и партнером по сцене, и настоящим соратником в жизни. Его смерть стала ударом, который Лидия Николаевна не могла пережить на протяжении долгого времени. Василий Шукшин скончался внезапно во время съемок картины «Они сражались за Родину». Причиной стал инфаркт, который настиг его прямо на съемочной площадке. Это событие полностью выбило Лидию Николаевну из колеи. Она признавалась, что не хотела продолжать жить без него. Целых 11 месяцев она практически не выходила из дома, погруженная в глубокую депрессию. Вдобавок, Лидия даже собиралась уйти в монастырь, отказываясь от светской жизни и актерской карьеры. Ее близкие друзья всеми силами старались помочь актрисе справиться с утратой. Одним из таких людей был Сергей Никоненко, который умолял Лидию сняться в его дебютной картине, лишь бы вернуть ее к жизни и творчеству. Но тогда Лидия была категорически настроена уйти из кино и закрыться от всего мира. Она чувствовала, что без Василия ее жизнь лишена смысла. И все же, несмотря на всю боль, Лидия Николаевна нашла в себе силы продолжить свой путь. Она решила оставить память о Шукшине не только в своем сердце, но и в фамилии, взяв его фамилию и став Федосеевой Шукшиной. Это было символом ее любви и верности Василию, знаком того, что их союз, хоть и прервался на этом свете, навсегда останется частью ее жизни. Память о нем вдохновляла ее на новые роли и новые творческие достижения. Эта глава ее жизни показала, как сильна была Лидия Федосеева-Шукшина не только на экране, но и в реальной жизни. Она смогла пережить величайшую потерю и продолжить жить и работать, несмотря на всю боль. После потери Василия Шукшина, Лидия Федосеева-Шукшина долгое время не могла найти себя. Ее жизнь была полна боли и утрат, и она не знала, как снова обрести смысл. Но время лечит, и спустя год после смерти любимого мужа, Лидия Николаевна встретила на съемках нового человека, оператора Михаила Аграновича. Работа над картиной «Трынтрова» не только помогла ей вернуться в кино, но и привела к новым отношениям. Вскоре Лидия снова вышла замуж. Однако этот брак был совсем не похож на ее союз с Василием. Михаил Агранович был искренне влюблен в Лидию и принял ее с ее прошлым и болью. Он понимал, что в сердце актрисы всегда будет место для Шукшина и пытался создать для нее спокойную и уютную атмосферу, стать для нее опорой в это сложное время. Лидия Николаевна, хотя и приняла эти отношения, по-прежнему оставалась лидером в их паре. Она все еще была той сильной женщиной, которая привыкла самостоятельно справляться с трудностями. Их брак продлился девять лет, и несмотря на расставание, Михаил ушел из ее жизни так же спокойно, как и вошел. Они смогли разойтись без скандалов и обид, сохранив уважение друг к другу. В это время Лидия продолжала активно сниматься в кино. Фильмы «И завтра жить» и «На золотом крыльце» сидели вновь вернули ее в центр внимания публики. Однако судьба снова преподнесла Лидии Николаевне встречу с новым человеком. На этот раз это был польский художник Марик Межиевский, с которым она познакомилась на съемках польской картины «Баллада о Янушике». Между ними быстро завязались романтические отношения. Лидия и Марик вернулись в Россию вместе и вскоре поженились. Но и этот брак не продлился долго. Несмотря на то, что Лидия Федосеева-Шукшина все еще оставалась популярной актрисой, ее успех не помог Мареку построить карьеру в России. Безработный художник все больше времени проводил дома, не находя себя в новой стране. Это привело к его апатии и постепенному отчуждению. Через несколько лет брак разрушился. Марик начал злоупотреблять алкоголем и в конце концов пара подала на развод. Этот период был для Лидии Николаевны временем поиска и попыток начать новую жизнь. Но ни один из этих браков не смог вернуть ей того счастья, которое она когда-то испытывала с Василием Шукшиным. Однако Лидия продолжала двигаться вперед, несмотря на все испытания, которые выпадали на ее долю. Несмотря на успехи в карьере, личная жизнь Лидии Федосеевой-Шукшиной всегда была наполнена сложностями и противоречиями, особенно в отношениях с дочерьми и внуками. Семейные конфликты начали назревать еще много лет назад, когда Лидия потеряла связь со старшей дочерью Анастасией. Девочка росла не с матерью, а с отцом Вячеславом Ворониным в Киеве. И когда Лидия пыталась наладить отношения, встречала только отказ. Ее попытки вернуть дочь через суды не увенчались успехом, и Анастасия отдалилась от матери на долгие годы. В 90-е годы Анастасия ждала новое испытание. Она оказалась в тюрьме, обвиненная в распространении запрещенных веществ. Этот трудный жизненный период, кажется, изменил ее. После освобождения она сосредоточила свою энергию на воспитании дочери Лауры и внука Мартина, но отношения с матерью так и не наладились. Не проще складывались отношения Лидии Николаевны и с младшей дочерью Ольдой. Ольда провела 15 лет в монастыре, а вернувшись, заявила, что хочет продать свою долю в московской квартире, которая досталась ей от отца, Василия Шукшина. Лидия Николаевна категорически отказалась от продажи, так как для нее каждая вещь, связанная с Василием, имела огромное значение. Однако напряжение в семье продолжало расти, и вскоре внучка Анна Трегубенко, дочь Ольги, без ведома бабушке, продала ее квартиру в Санкт-Петербурге, что стало настоящим шоком для Лидии Николаевны. Эти события еще больше усилили разногласия в семье. Сестры Ольду и Анастасия постоянно ссорились, а к матери обе предъявляли претензии. Конфликты буквально разрывали семью на части, и кажется, что никакие усилия не могли вернуть мир в их дом. В какой-то момент ситуация дошла до того, что все эти скандалы оказались на телевидении. И вот в этот непростой момент в жизнь Лидии Федосеевой-Шукшиной неожиданно вошел Барри Алибасов. Он не только стал ее мужем, но и попытался наладить отношения Лидии с дочерьми и внуками, приведя их в программу «Пусть говорят». Этот публичный жест примирения стал сенсацией. Обе дочери пришли в студию с цветами. Анастасия даже привела своего внука Мартина, которого Лидия Николаевна увидела впервые. Но несмотря на такие попытки, мир в семью не вернулся. За кулисами по-прежнему кипели страсти, и конфликты продолжали углубляться. Эти споры за недвижимость, разногласия и семейные претензии стали одной из самых болезненных тем в жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной. И они продолжаются до сих пор. Брак Лидии Федосеевой-Шукшиной с Барри Алибасовым в 2018 году стал неожиданностью для многих. Несмотря на долгую дружбу, их союз был полон интриг, слухов и недовольства со стороны близких. Казалось, что это новый этап в ее жизни, который мог бы принести счастье и умиротворение. Но отношения с известным продюсером оказались далеко не такими гладкими, как ожидалось. Их свадьба вызвала массу обсуждений в мире шоу-бизнеса. Дело было не только в их возрасте и статусе, но и в том, что Лидия Николаевна уже пережила несколько браков и потерю Василия-Шукшина. Для нее это был новый шаг вперед, словно попытка снова найти любовь и опору, несмотря на все жизненные трудности. А для Алибасова, который всегда был эботажной фигурой, этот союз стал еще одной возможностью привлечь внимание к себе и своей жизни. Однако для родственников актрисы этот брак стал источником серьезных волнений и споров. Барри Алибасов, вступив в семью Федосиевой-Шукшиной, сразу же попытался решить старые конфликты между Лидией и ее дочерьми. Он предложил вывести все семейные споры на телевидение, надеясь, что публичное примирение поможет снять напряжение. В программе «Пусть говорят обе дочери», Анастасия и Ольга, пришли в студию, чтобы встретиться с матерью. Появились цветы, объятия, слезы. А Лидия Николаевна впервые увидела своего внука Мартина. Ситуация на экране выглядела как идеальный сценарий для примирения. Но в реальной жизни все оказалось намного сложнее. Конфликты не закончились. Дочери Федосеевой-Шукшиной все еще не доверяли новому мужу своей матери. Особенно Ольга, которая считала, что этот брак лишь шел, а не настоящие отношения. Со временем она начала публично говорить о том, что у ее матери и Барри Каримовича не было ни общего быта, ни интимных отношений. Эти высказывания только усилили напряженность между членами семьи. На фоне этих конфликтов возникли и споры за недвижимость. В какой-то момент Лидия Федосеева-Шукшина решила подарить Алибасову квартиру, что вызвало волну возмущения со стороны ее близких. Алибасов, в свою очередь, переписал недвижимость на своего помощника, что еще больше обострило ситуацию. Постоянные ссоры и недопонимания в итоге привели к тому, что в 2021 году их брак распался. Алибасов позже утверждал, что причиной их разрыва стало влияние Ольги Шукшиной на ее мать. Он был уверен, что именно дочери Лидии Николаевны разрушили их союз. Несмотря на то, что этот брак оказался недолговечным и принес Лидии Федосеевой-Шукшиной больше новых проблем, чем решения старых, он стал важной страницей в ее жизни. Отношения с Алибасовым в какой-то момент действительно дали ей ощущение новой любви и поддержки, но семейные конфликты, которые накапливались годами, в конечном итоге не позволили им найти гармонию. После развода с Бари Алибасовым в 2021 году жизнь Лидии Федосеевой-Шукшиной вновь оказалась в центре внимания не из-за ее творческих успехов, а из-за затянувшихся споров и ухудшающегося здоровья. Расставание с Алибасовым произошло на фоне многочисленных конфликтов и споров за недвижимость, которые не прекращались ни на минуту. Этот брак, начавшийся как попытка найти счастье и покой, завершился скандалами и взаимными обвинениями. Главной причиной разрыва стал подарок, который Лидия Николаевна сделала своему пятому супругу – квартиру в Москве. Этот жест вызвал буря негодования со стороны ее дочерей, особенно Ольги Шукшиной. Родные не могли понять, зачем их мать передала столь ценную недвижимость Бари Алибасову и подозревали, что его намерения были далеко не искренними. Когда Алибасов переписал эту квартиру на своего помощника, конфликт перешел в новую фазу. Это вызвало еще больше напряжения в отношениях между Лидией Федосеевой Шукшиной и ее дочерьми, которые считали, что их мать стала жертвой манипуляций со стороны продюсера. Сам Алибасов позже утверждал, что именно давление со стороны Ольги Шукшиной разрушило их брак. Он считал, что наследница актрисы сознательно вмешивалась в их отношения, что привело к постоянным ссорам и недопониманиям. Но как бы там ни было, этот союз завершился, оставив Лидию Николаевну в состоянии глубокого разочарования. На фоне всех этих событий здоровье Лидии Федосеевой Шукшиной резко ухудшилось. Еще до развода у нее начали проявляться серьезные проблемы с ногами, и ее все чаще видели в инвалидной коляске. Фанаты были шокированы, увидев когда-то сильную и энергичную актрису в таком состоянии. Но несмотря на ухудшение здоровья, Лидия Николаевна не сдавалась и продолжала бороться за свою независимость. Медицинские обследования выявили у актрисы ряд серьезных заболеваний. В дополнение к проблемам с ногами, у нее начались обострения мерцательной аритмии, приступы астмы и нарушения мозгового кровообращения. Несколько раз Федосеева Шукшина ложилась в больницу на лечение, но каждое возвращение домой сопровождалось новыми приступами. В июне 2023 года она перенесла инсульт, после которого ее здоровье сильно ухудшилось. В это сложное время рядом с Лидией Николаевной осталась только младшая дочь Ольга, которая взяла на себя заботу о матери. Ольга активно занималась восстановлением Лидии после инсульта и при этом продолжала настаивать на том, чтобы квартира их отца, Василия Шукшина, была превращена в музей. Однако вопрос с недвижимостью оставался нерешенным, так как долей в квартире владела внучка Лидии Николаевны, Анна Трегубенко, которая когда-то продала другую квартиру бабушки без ее ведома. Будущее этого жилья оставалось под большим вопросом и неизвестно, как наследники распорядятся имуществом после ухода Лидии Федосеевой Шукшиной. Несмотря на все жизненные трудности, актриса продолжает держаться. Она осознает, что ее время на сцене подошло к концу, но все еще надеется на мир в семье и сохранение памяти о Василии Шукшине. Жизнь Лидии Федосеевой Шукшиной – это череда взлетов и падений, как на экране, так и за его пределами. На ее долю выпало немало испытаний. Непростое детство, потери близких, скандальные разводы, семейные конфликты и борьба за здоровье в последние годы. Несмотря на все трудности, Лидия Николаевна всегда оставалась сильной женщиной, которая стремилась сохранять свою независимость и находить гармонию в жизни. На сегодняшний день ее главной заботой остается вопрос наследия. Важной частью ее жизни по-прежнему остается квартира Василия Шукшина в Москве. Которая актриса относится с трепетом. Для нее это не просто жилье, а память о великом супруге, с которым были связаны лучшие годы ее жизни. Лидия Николаевна мечтает о том, чтобы эта квартира стала музеем, посвященным их совместному творческому пути. Но ситуация осложняется тем, что часть квартиры принадлежит ее внучке Анне Трегубенко, которая, как уже известно, однажды без ведома бабушке продала ее недвижимость в Санкт-Петербурге. Лидия Николаевна публично обращалась к Анне с просьбой одуматься и не совершать тех же ошибок в будущем. Но что произойдет с квартирой после ее ухода, пока остается загадкой. Кроме того, актрису продолжают беспокоить состояние семьи. Ее отношения с дочерьми Ольдой и Анастасией по-прежнему остаются сложными, несмотря на все попытки наладить мир. Каждая из дочерей идет своим путем, и конфликты, тянущиеся годами, не позволяют им стать ближе. Даже внук Василий, которого Лидия однажды выселила из квартиры за неподобающее поведение, отказывается общаться с бабушкой. Несмотря на это, Лидия Федосеева-Шукшина продолжает бороться за свое наследие, надеясь, что ее дети и внуки смогут сохранить память о ней и Василии Шукшине. Ее история – это не только история известной актрисы, но и пример стойкости, с которой можно пройти через все трудности жизни, не теряя достоинства и вера в свои силы. Все это делает Лидию Федосееву-Шукшину особенной фигурой в мире российского кино и шоу-бизнеса. Ее жизненный путь – это не просто страницы биографии, а история великой актрисы и сильной женщины, которая, несмотря на все испытания, сумела сохранить себя и свое имя в истории. Субтитры создавал DimaTorzok